В эфире служба новостей Саров 24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Налоговые уведомления 2018 на сайте ФНС появился новый раздел. В золотые руки в Сарове прошел конкурс профессионального мастерства. Три измерения необычная выставка в Доме ученых. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году в связи с тем, что традиционный срок уплаты не позднее 1 декабря, выполненный выходной, он автоматически перенесся на 3 декабря. В помощь налогоплательщикам на официальном сайте ФНС появился новый раздел «Налоговые уведомления 2018». Подробности далее. Множество информационных роликов в интернете напоминают гражданам о том, что заплатив налоги, можно спать спокойно. Каждый год физические лица, у которых есть какое-либо имущество, получают уведомления об оплате налогов. Однако разобраться в огромном количестве цифр и формулировок могут далеко не все. Новый раздел официального сайта ФНС «Налоговые уведомления» поможет определиться с порядком начисления налогов физлицам. Этот ресурс очень простой в обращении. Наглядно здесь расписан каждый налог. Его все показатели – это налоговая база, ставка налога и прописаны также льготы. Из чего состоит уведомление, как происходит расчет, с какими непредвиденными ситуациями может столкнуться налогоплательщик, что изменилось в системе налогообложения в этом году. Новый раздел помогает ответить на самые популярные вопросы граждан. Причем получить необходимую информацию можно без регистрации и входа в личный кабинет. Мы можем увидеть механизм расчета каждого налога. Налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога. В каждом налоге прописаны налоговая база, ставки налога и сумма, подлежащая к оплате. Для желающих получить обратную связь по конкретной ситуации создан специальный раздел. Оставить свое обращение можно на сайте инспекции. Для этого достаточно указать номер налогового уведомления. Новый раздел может также рассказать об изменениях в законодательстве, которые вступили в силу в этом году. Одни из таких касаются пенсионеров и других льготных категорий граждан. Если площадь земельного участка 6 соток, то налог мы не начисляем. И такой земельный участок в налоговом уведомлении не будет отображаться. Если площадь составляет более 6 соток, за оставшуюся площадь налог будет рассчитан. В этом году в уведомлении появилась строка «Налог на доходы физических лиц». Им облагаются те, из чьих доходов в течение года по разным причинам не был удержан подоходный налог. «Физическое лицо получит уведомление, где будет прописано номинование налогового агента и сумма, подлежащая к оплате. Квитанция к налоговому уведомлению также прилагается». Оплатить налоги следует до 3 декабря. Сделать это можно в отделении банка или онлайн. За несвоевременную оплату по закону будет начисляться штраф. Докажи, что ты мастер своего дела. В Саруе прошел городской конкурс профессионального мастерства рабочих «Золотые руки-2018». Около 200 участников из 11 подразделений ядерного центра, техникува имени Бориса Глебовича Музрукова и научно-исследовательского института имени Седокова соревновались за звание лучшего в профессии. О том, какие задания предстояло выполнить конкурсантам, расскажем в следующем репортаже. Конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» проходит в юбилейный 60-й раз. Но его главная цель остается прежней – выявить талантливую рабочую молодежь и помочь ему совершенствовать свои профессиональные качества и навыки. «Каждому в любой профессии необходимо признание, что он хороший специалист, что он лучший. И сейчас тот конкурс, который сегодня, будет подтверждением этому». С каждым годом это соревнование профессионального мастерства становится все популярнее. Число конкурсантов растет. В этот раз в «Золотых руках» приняли участие около 200 молодых рабочих из Ядерного центра, Нижегородского института имени Седокова и Саровского техникума имени Музрукова. Роман Белухин работает в Ядерном центре с 1999 года и уже не раз принимал участие в соревнованиях. «Уже сбился со счет какой раз? С 2012 года. То есть заводские, городские. А почему? Для повышения авторитета». Если в цехе, где соревновались токари, было шумно и гудели станки, на рабочих местах радиомонтажников стояла максимальная тишина. Люди этой профессии работают с мелкими радиоэлементами, резисторами, диодами, конденсаторами. А значит, чтобы справиться со своим заданием, им необходимо быть максимально собранными. «Каждому выдана заготовка в виде печатной платы, выданы электрорадиоэлементы, которые они должны смонтировать на печатную плату по чертежу с учетом всех требований ГОСТов и конструкторской регентации». Впервые в этом году за звание лучшего поборолись и инженеры-конструкторы. Задания для этой номинации организаторы сделали приближенными к соревнованиям «Атомскилз». Поэтому конкурсантам предстояло решить интересные и нестандартные задачи, с которыми они никогда не сталкивались в своей работе за очень малый промежуток времени. «Мы привыкли все обдумывать, продумывать, выставлять, все четно, скорпулезно делать. И поэтому на создание у нас деталей уходит очень много времени, в плане того, что мы их продумываем очень хорошо и много. А «Атомскилз» подразумевает именно конструирование во стрессовой ситуации». Участников всего конкурса «Золотые руки-2018» оценивал компетентное жюри в составе 69 человек. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 12 октября в Молодежном центре. Саровские школьники могут обучиться финансовой грамотности. С 18 сентября по 18 декабря пройдет осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. Организатор проекта – Центральный банк Российской Федерации. Главная цель – дать старшеклассникам возможность пообщаться с профессионалами этой сферы и научить грамотно распределять свои финансы. Более подробно об участии в проекте можно узнать на сайте Нижегородского института развития образования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Магазин «Звездный» снова выставляют на торги. Они пройдут 15 ноября. Заявки на участие в аукционе начнут принимать в среду 10 октября в 125 кабинете здания администрации. Как сообщили в Комитете по управлению муниципальным имуществом, торги стартуют с отметки в 22 миллиона 73 тысячи рублей. Более подробную информацию об условиях аукциона можно узнать по телефону 977-38. В четверг 11 октября на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные соровчане могут принести сухой корм педигре, мясную обрезь, ветеринарные препараты, моющие средства попоны для кошек. Все это можно будет передать волонтерам 11 октября в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Куба, в магазин «Боха Кот» в ТЦ «Европа» и в магазин канцелярских товаров на проспекте Ленина «Паллада». В Нижнем Новгороде подвели итоги соревнований по рукопашному бою на Кубок абитуриента ННГУ имени Лобачевского. Этот турнир проходит ежегодно и успел обрести статус межрегионального. Кроме нижегородцев, участниками нынешних соревнований стали спортсмены из Владимирской и Кировской областей, Республик Чувашия и Мордовия. Проверить свои силы приехали и соровчане, воспитанники спортивной школы ИКА. В весовой категории свыше 80 килограммов чемпионом стал Андрей Малыгин. Дипломы призеров получили Александр Сущевский и Сергей Глазков. Ребят подготовил тренера Валерий Трубин. Мы за здоровый образ жизни. Под таким девизом на площади Ленина сотрудники молодежного центра провели очередную акцию. Жителям города раздавали информационные буклеты и еще раз напоминали о том, как правильно одеваться, соблюдать личную гигиену и какие меры необходимо принять в период обострения вирусных заболеваний, чтобы избежать похода к врачу. Это направлены акции на всех горожан. Мы предупреждаем граждан, что вот сейчас такая пора. От малого до великого нужно знать про здоровый образ жизни. Пейзажи и натюрморды похожи на трехмерный мир. В Доме ученых начался новый творческий сезон. Открылся он выставкой «Три измерения». Авторами работ стали семья пензенских живописцев. В экспозиции коллекция из нескольких десятков картин, удивляющих и завораживающих своей нетипичностью. А также коллекция дизайнерских платьев, выполненной в технике «Хнунафелтинг». Что это за техника и как художникам удалось превратить обычные полотна в объемные арт-объекты, выясняла наша съемочная группа. Перед глазами зрителей предстает негладкая поверхность холста. Здания и предметы на некоторых полотнах как будто хотят выйти за пределы рам. Рельефные элементы отбрасывают тени и словно становятся декорациями какого-то спектакля. Большинство картин Вячеслава Варнашова выполнено в необычной технике масляной живописи объемной. Видимо, он посчитал, что цвет выражает малые эмоции. То, что еще нужно подключить объем, играет освещение на работах. Работы Вячеслава Варнашова отличаются нестандартным подходом к изображению натюрмортов и пейзажей. Каждая картина мастера – это и волшебная иллюзия, и реальность одновременно. В работах сочетаются мечты и впечатления в поэзии, проза повседневной жизни. Но это искренние эмоции, и каждый, глядя на эти работы, воспринимает их по-своему. Тут действительно есть над чем подумать. Георгий Варнашов пока в начале творческого пути, но готов к экспериментам. Он помнит совет отца по возможности уходить от классической школы, творить и искать свой стиль. Этой идеей придерживается Ирина. Врач-психиатр по образованию, она оставила профессию ради творчества, и теперь рисует картины и создает платье в стиле Нуна Фелтинг. Она не шьется. Здесь нет никаких швов. Это цельноваляльное изделие, которое готовится по определенной фигуре, по определенному шаблону. Тонкие мягкие платья делаются из шерсти с добавлением маргелланского шелка. Натуральная одежда приобретает незаурядные свойства. В ней не жарко летом и не холодно зимой. Окрашиваются готовые изделия природными красителями. Ирина использует листья деревьев и различные травы. Это еще память такая о конкретном дне, о конкретном лете. То есть изделия уникальные, этого не будет больше ни у кого никогда. Полюбоваться пейзажами и натюрмортами, рассмотреть картины, выполненные в новаторском стиле объемной живописи, и оценить творчество пензенских художников можно в Доме ученых. Произведение 20-го, начало 21-го века. В библиотеке имени Маяковского прошел вечер современной поэзии. Зрители познакомились с новыми стихотворениями и послушали произведения уже известных авторов. В формате открытого микрофона каждый желающий смог выступить перед публикой и прочитать свой любимый отрывок из творчества современных поэтов. «Современная поэзия» – это понятие должно не просто напоминать читателю о периоде написания стихотворения, но и отвечать требованиям сегодняшнего дня – идти в ногу со временем и быть интересным современному поколению. Необычные приемы, актуальные темы, узнаваемый авторский стиль. Участники вечера современной поэзии про стихи прочитали зрителям любимые произведения авторов 20-21 века. Мы в течение года, опять же, ко всем датам готовимся. Здесь у нас и военные, и патриотика, и, скажем так, Пушкинский день, и другие писатели-поэты, а современные у нас как-то не охвачены. Многие молодежь хотят все-таки что-то поближе к себе по возрасту, по датам читать. Чтение в формате открытого микрофона проходит в библиотеке имени Маяковского регулярно. Одни посвящают классики, другие рассчитаны на современного читателя. Стихотворения известных и не очень поэтов читали воспитанники детских литературных объединений, театральных студий, профессиональные актеры и авторы собственных поэтических произведений. Светлана Пикулева прочитала стихотворение русской поэтессы Инны Кабыш. По мнению Светланы, в этих произведениях присутствуют некоторые отчаяния, которые уникальным образом сочетаются с надеждой человека на завтрашний день и желанием увидеть свет в конце тоннеля. Мне нравится автор и нравится его произведение. Оно созвучно тому, что я чувствую. Мне кажется, что современная поэзия, как и любая поэзия, она для каждого. Просто у каждого она своя. На импровизированной сцене вечера про стихи перед открытым микрофоном выступили более десяти любителей современной поэзии. Флэшмобы, интеллектуальные конкурсы, спортивные эстафеты. Саровские школьники успевают не только ходить на уроки и выполнять домашние задания, но и принимать активное участие в мероприятиях различного уровня. В медицинском центре Рэшма Ивановской области прошел 8-й межрегиональный фестиваль школьных команд, посвященный году волонтеру и добровольца. Участниками стали ребята из образовательных учреждений, расположенных в закрытых городах. Саров представляла команда из 11-й школы. Подробности в следующем репортаже. Эмоции после фестивальной недели вновь и вновь заставляют мальчишек и девчонок из команды «Спортивный атом» мысленно возвращаться на творческие площадки санатория Рэшма. Хотя сначала не все получалось, Ирина Скакальна считает, что школьники достойно выступили на фестивале и завоевали звание команды Олимпийского резерва. Но главное – подружилась с ровесниками из других регионов. Я познакомилась с множеством ребят, к примеру, из Редкина с Ваней и Мишей. Они очень прикольные. И из Острова Солнечного там дети очень приятные. Всего на фестивале за звание абсолютного победителя боролись добровольческие отряды из девяти регионов. Конкуренция была серьезной. Команды провели насыщенную соревнованиями неделю. Мальчишки и девчонки проявляли свои знания и смекалку в различных спортивных, творческих, интеллектуальных конкурсах. Вообще я очень рада, что выпала такая честь выступить именно в 11-й школе, именно нашей команде, поскольку мы стремимся наших ребят развивать. Катя Гуренко отметила, что каждая фестивальная минута была пропитана полезной информацией и креативными идеями. Мастер-классы, походы, экскурсии, а также интересные встречи со знаменитыми спортсменами и деятелями искусств. Девушка считает, что опыт участия в волонтерском школьном отряде очень пригодился на фестивале. В нашей школе мы делаем всякие мероприятия разные для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году делали также день толерантности. В рамках фестиваля состоялась веб-конференция стартапа «Мыслим по-новому» для педагогов, где учителя обменивались опытом и делились идеями по развитию волонтерства в школе. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин